Эксперимент в Театре молодежи. Начинающий режиссер замахнулся на Булгакова. Собачье сердце в оригинальном исполнении покажут приморскому зрителю. Минимум декораций и костюмы созданы с исторической точностью. Как идут последние приготовления, расскажет наш культурный обозреватель Ольга Сомкина. Театр молодежи экспериментирует с классикой советской литературы. В Собачьем сердце Булгаков рассказал об эксперименте научном и социальном. Для молодого режиссера Германа Авеличева первая в жизни постановка – тоже эксперимент. Экспериментом это можно назвать, наверное, для театра. В том плане, что театр вообще на это отважился. Опять же, дать такое большое произведение молодому человеку, у которого не совсем высшее режиссерское образование. Авеличев сам написал инсценировку, сам обозначил жанр, бессмысленный опыт. Но ставит в классической манере. Костюмы максимально приблизили к 20-м годам прошлого столетия. Особенно удалась кожанка товарища Вяземской. Декораций на сцене практически нет. Всё внимание на психологическом противостоянии умного интеллигентного профессора Преображенского и Шарикова, который является воплощением не только неудачного результата эксперимента, но и тех сил, которые зародились во времена постреволюционные. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пальцами блок давить пальцами? Я не понимаю, откуда вы их берёте? Да что я их развожу, что ли? Видно, блоки меня любят. Пса Шарика, волею случая эксперимента, ставшим маргинальным товарищем Шариковым, играет Павел Петыров. Говорит, этот эксперимент просто создан для него. Очень симпатизирует почему-то отрицательные черты. Я не скажу, что это... Плохих интереснее всегда играет? Да, отрицательные черты, плохих людей, они очень интересны. Потому что, во-первых, хочется понять, почему он такой стал и что дальше им ближе. Любимую классику в смелом прочтении можно увидеть на сцене Театра молодёжи. Премьера назначена на 24 ноября. Ольга Сомкина, Олег Барышников, Панорама.